Как не стыдно говорить ему о таком, что у меня, мол, там мать. Привези свою мать тогда, почему ты оставил свою мать там? Я тоже свою мать оттуда забрал. Когда я оттуда валил, я понимал, что все те, кого я там оставлю, их потом будут мучить. Поэтому я оттуда свою мать забрал. Почему ты не забрал оттуда свою мать? Ассаламу алейкум, брат. Марш Воглуб, видел видео Хасана, где общается с кадыровским муллой. Публично унижал и наговаривал на мусульман, но теперь, когда находится в безопасности, не хочет публично покаяться. Ассаламу алейкум ассаламу араматуллах баракату. Да, я видел, я наблюдаю, слежу за этой ситуацией. Это бывший кадий Ленинского района Резван Чимаев. Причем я его помню. Я на тот момент находился дома, когда он был как раз кадеем этого района. Я не скажу, что я как-то столкнулся лично с этим человеком. Но я точно помню, что именно с этой личностью были связаны опасения многих братьев, которые проживали в Ленинском районе и молились в этих мечетях. Именно с этим человеком были связаны вот их опасения не ходить в мечеть. Когда я был дома, по-моему, в 14 или в 15 году была построена мечеть в микрорайоне, новая мечеть. Она находилась прямо рядом с нашей станцией, телефонной станцией в микрорайоне. И я отчетливо помню момент, когда было время молитвы, и я сказал, давайте помолимся в мечети и поедем на работу. И мне сказали, что туда сегодня, говорят, должен приехать Кадий, вот этот Резван, поэтому давайте не будем дойти. И мы тогда туда не пошли. Так что это такой, конечно, тип. Многие пытаются как-то быть более мягкими в их отношении и говорят, что мула работал, не, он же не, это ведь не значит, что он пытал там и так далее. Да, не значит, но поймите одно, что мула, муле, рознь. Не все эти кадыровские, вот эти муфтиядовские мулы, не все они являются какими-то там душегубами, да, такими преступниками. Не все являются, безусловно. Я их вообще разделял всегда и по сегодняшний день разделяю на две категории. Те, за кем молиться можно, то есть молитва, за которыми будет действительно, они не совершили какого-то выхода из религии. И те, за которыми молитва действительно не будет. То есть за ними молиться нельзя. Если ты помолился в Аджамаате, где имамом стоял вот такой мула, за которым молиться нельзя, то ты должен переделать свою молитву. То есть вот на такие две категории я их делил. И вот среди вот этой второй категории, за кем молитва не действительно, среди них как раз были преступники, в плане которые совершали какой-то зульм, какую-то несправедливость, какой-то вред причиняли мусульманам, людям. И те, которые этого вреда, то есть физического вреда не причиняли, но причиняли вред их религии. То есть они тоже на две категории делятся. То есть первая категория, которая непосредственно зульм в отношении людей, их чести, их имущества, которые посягали, они безусловно и с религиозной точки зрения являются преступниками. То есть они и религию людей портят, но они еще и посягали на их честь, имущество, на их кровь. А вот вторая категория могла на честь, имущество, кровь не посягать, только на религию. Вот они тоже на эти две категории делятся. И вот на должность Кадия района или города, села не может быть назначен человек, который не посягает. Вот это очень важно понимать, что это уже чиновник. Кадий района это уже чиновник. И туда не поставят просто так человека, ему не дадут там быть хорошим парнем. Вот это вот очень важное понимание, что будучи Кадием, не быть преступником ты не можешь. Поэтому этот тип, он был Кадием Ленинского района. Я сейчас молчу про то, что там он делал эти проповеди, читал, называл шайтанами, ваххабитами, хариджитами и так далее. Это он посягал на религию людей, то есть это он портил религию молодых людей. Но помимо всего этого, там есть и другие вещи. Непосредственное покушение на честь, на имущество, на кровь, это все тоже находится в ведении этого Кадия. Я присутствовал на проповеди в мечети на окружном. Тогда еще был имамом Хаваш, который затем умер от опухоли головного мозга, давомил это Всевышний Аллах. Я помню тогда очень такое тяжелое было время, тяжелый период, когда в мечети врывались, забирали тех, у кого бороды, кто молится не так, кто не совершает каких-то нововведенческих обрядов, не совершает нововведенческие какие-то молитвы, как, например, тех, кто не совершал сунны до молитвы Джома, таких ребят как бы забирали. В общем, такой тяжелый очень был период. И мы тогда выбирали, то есть тогда проходила какая-то информация, допустим, что сегодня рейды будут там-то, значит туда ехать не надо, давайте поедем туда. Да, вот такие, в общем, приходилось выбирать. Мы тогда реально жили от пятницы до пятницы. То есть мы вот одну пятницу, если прожили, у нас нормально прошел этот день Джома, мы помолились, вышли из мечети, нас никто не забрал, то все, до следующей пятницы мы как бы живем. Мы, естественно, не посещаем больше мечети. Наше посещение мечети на тот момент вообще снизилось, только вот в пятницу мы ее посещали. Из соображения безопасности мы этого не делали. И вот в один из таких дней что-то там опять где-то сказали, что будет, значит, рейды могут быть. Мы тогда чаще бывали на 30-м участке с Юргиот мечети. И вот мы что-то в этот день решили поехать в мечеть на окружную. И это был единственный раз, когда я попал в эту мечеть, единственный раз, когда я помолился с этим хаважем. И я вот помню, когда мы туда приехали, вышел хаваж, поприветствовал, но вышел не один. С ним рядом стоял какой-то тип, которого я видел впервые. Хаваж что-то приветственную речь какую-то сказал и потом отдал микрофон этому чуваку. Этот чувак оказался кадием Октябрьского района. Я не помню, как его зовут, но он до сих пор занимает какую-то должность в Муфтияте. По-моему, он заместитель Шсала Хамижиева. У него такая вот, как кубинка, вот так спереди, вот такая оборотка. И он начал жестко просто ругаться. Проповедь состояла не из побуждения к чему-то хорошему, не из разъяснений каких-то религиозных основ. Он не рассказывал о Сирии, там, пророкам, или имуэллсаме Аллаху, ни о чем. Он просто, он ругался. Он говорил про тех, кто не совершает четыре раката обеденной молитвы после джума. Он ругал их всячески. Он говорил, вы, те, кто не совершает эту молитву, вы что, лучше меня знаете? Вы что, лучше Хаважа знаете? Вы что, учились больше нас? Вот так вот он ругался, ругался, ругался. И потом, когда настало время азана, то есть первый азан прозвучал, а там как обычно бывает, первый азан звучит. Он звучит через громкоговорители, то есть и на улицу. После этого первого азана какая-то часть людей встает и начинает совершать четыре раката сунны намаза, так называемых. Они это делают, проведя аналогию с обеденной молитвой. То есть до обеденной молитвы действительно узаконено четыре раката сунны. То есть два намаза по два раката. И они проводят эту аналогию и перед джума тоже совершают вот эти вот две молитвы. Но эти две молитвы не пришли в сунны. Их нет перед джума ни пророк, мир ему, ни сахабы не совершали никаких молитв. Они, наоборот, совершали после. И поэтому те, кто знают, они не совершают эти два намаза перед джума. И я помню, когда все встали совершать эти молитвы, и кто-то не встал, чувак, который сидел передо мной в военной форме, он встал и каким-то штатским одетым людям начал указывать и говорить, так, вон тот не молится, вон тот не молится, вот этот не молится. Вот этих всех после молитвы их задержите. Этих ребят реально задержали потом на улице. Задержали, отвезли в отдел. Разумеется, тех, кто не совершил четыре раката после джума, точнее одну обеденную молитву, обязательно обеденную молитву, их тоже задержали. То есть я это, к чему эту историю рассказываю? Этим, всем этим процессом руководил кадий Октябрьского района. Он в сговоре с этими работниками Октябрьского РОБД приехал на этот рейд в эту мечеть. И он перед тем, как они начнут работать, он сначала проповедь типа прочитал, я типа вас предупредил. После этого они проводят, значит, это задержание, и потом этих людей, с ними типа профилактическую беседу, там проводит тоже этот самый кадий. И вот Хасан Халитов выложил фотографию, где как раз сидит этот резван, будучи кадием, рядом с префектом, с начальником РОБД, и проводит ту самую профилактическую беседу. Поэтому это не те люди, которых можно отнести категории мол, которые, возможно, скрывали у себя правильные убеждения, которые не совершали преступления, а просто читали проповеди. Это не та категория, это именно преступники. И этот человек, по всей видимости, сейчас, когда он поругался с ними, точнее они его на чем-то, видимо, поймали, он им чем-то не угодил, и они его отодвинули, лишили должности. И он решил теперь оттуда свалить, и оказавшись на территории Турции, он решил, что он может теперь просто так вести какие-то умные разговоры, пытаться еще кому-то читать какие-то морали, проповеди, что, не отказываясь от тех своих слов, от тех своих деяний, не раскаившись в них искренне, и не сделав это так же публично, как он делал тогда, совершал эти преступления тогда, что он сможет просто так выехать из положения. Но, хвала Аллаху, там ребята понимают все эти моменты, они как бы решительны в своих действиях, в своих убеждениях. И что касается вот таких вот товарищей, то я полностью поддерживаю Хасана Халитова и тех наших братьев, которые с ним, которые не дают им вот этих вот поблажек, не дают им лазеек, чтобы ускользнуть от ответственности. Причем этому и этому человеку, вот этому Чимаеву Резвану, и помните тому, кто этим пальцем махал, до сих пор этот палец не может остановить Тарсон Укаев, им всем они дали им всем шанс. Посмотрите, как он мягко разговаривал с этим же Резваном Чимаевым, ему никто не грубил его, никто не материл, как они это делают, никто не пошел, не завержал его, не избил его, ничего подобного с ним не сделали, хотя сделать никаких проблем для Хасана для них не составило бы труда это сделать. Ничего подобного не сделали, дают шанс, призывают их к покаянию, к тому, чтобы они сами исправили то, что они сделали, объявили об этом, но люди сами упрямствуют. Он говорит о том, что там его мать, типа дома, и таким образом он подставит мать. Так тот, кто ему звонит, Хасан Халитов, у него и мать, и отец, все у него находятся, и братья, и все его родственники ближайшие находятся там дома. Как не стыдно говорить ему о том, что у меня, мол, там мать. Привези свою мать тогда, почему ты оставил свою мать там? Я тоже, я свою мать оттуда забрал. Когда я оттуда валил, я понимал, что все те, кого я там оставлю, их потом будут мучить. Поэтому я оттуда свою мать забрал. Почему ты не забрал оттуда свою мать? Если ты действительно раскаялся, если ты противником этого режима, этого, где являешься, почему ты оставил там свою мать в объятиях этих преступников? Надо было забрать свою мать. И сейчас было не поздно ее забрать. Надо было забрать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok